АРХАНГЕЛЬСКОЙ СОБРАНИЯ В эти минуты ведут работу и депутаты городской думы. Они уже внесли изменения в бюджет, также рассмотрят вопросы, касаемые налогов и муниципального имущества города. Кроме того, депутаты примут решение по установке памятной стеллы, посвященной 50-летию движения студенческих отрядов Архангельской области. Вместе с первыми холодами в столице Поморья на зимний режим работы перешло и предприятие Архкомхоз, отвечающее за содержание дорог. Прежде всего, особое внимание уделено мостам областного центра. С сегодняшнего дня количество спецтехники на дорогах будет увеличиваться. Сегодня начались первые заморозки, сегодня мы уже подсыпали мосты и местами подсыпали дороги города Архангельска. Техника готова практически 100% к зиме, песко-соляная смесь заготовлена в достаточном объеме. То есть ждем снега, ждем морозов. То есть предприятие уже готово хладом? Да, предприятие готово полностью. Всего в автопарке предприятие 90 спецмашин. В пиковые дни, когда идут обильные снегопады, к уборке подключаются фирмы-подрядчики. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Красноборского детдома Елены Артемьевой. Напомним, летом этого года воспитанники под руководством инструктора по труду Алексея Белякова отправились в лес заготавливать веники. С разрешения взрослого ребята побежали купаться, но двое мальчиков 11 и 14 лет утонули. По версии следствия, собраны достаточные доказательства для обвинения в преступной халатности, поэтому дело директора Красноборского детского дома вернули на доследование. До 1 декабря всем жителям Архангельской области необходимо заплатить три вида налога – на имущество, земельный и транспортный. Все почтовые уведомления должны поступить от налоговой инспекции до 18 ноября, а тем, кто зарегистрирован в личном кабинете, извещения придут там. В этом году при уплате налогов появилось несколько новшеств. В этом году уведомления единые. Если у граждан имеется имущество, земля и транспорт в различных субъектах Российской Федерации, то все они будут указаны в едином уведомлении. Подробнее на эту тему в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. В Росздравнадзор поступает множество обращений по вопросам назначения и выписывания обезболивающих, в том числе наркотических лекарственных препаратов. В связи с этим работает круглосуточный телефон горячей линии, его номер на ваших экранах, звонок бесплатный. Также есть и номер телефона в Архангельске. Ваших звонков ждут при возникновении вопросов или проблем с получением адекватной обезболивающей терапии, в том числе с применением наркотических лекарственных препаратов. Сегодня в Архангельске начинаются торжества, посвященные 50-летию движения студенческих отрядов региона. С самого утра началась Олимпиада «Старт» среди отрядов Северо-Западного округа. А днем пройдет торжественное открытие 4-го окружного слета молодежных трудовых и студенческих отрядов ССФО. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И о погоде. Сейчас в Архангельске пасмурно. В течение дня небольшой снег. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха минус 1. Программа «Сейчас в регионе» в эфире «Каждый час». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин